Доброе время суток дорогие друзья, я Сергей Цегипа, автор проекта Каховский Плаздарм и хочу представить Татьяну Лебедь, режиссера, телепродюсера и сподвижника нашего проекта Каховский Плаздарм, который мы начинали с нуля, и я бы хотел, Танечка, чтобы ты рассказала свое видение Каховского Плаздарма, я понимаю, что несколько лет прошло, что у тебя отложилось в памяти и сама идея Каховского Плаздарма какого-то такого проекта? Ну, во-первых, всем здравствуйте, а во-вторых, наверное, следует сказать о том, что пять лет назад, когда впервые услышала саму идею, начала углубляться в историю прежде всего, то, наверное, обратила внимание на основополагающие вещи. Дело в том, что так или иначе история развивается по спирали. Если мы не делаем какие-то выводы из этой истории, если мы не рассматриваем это на призму сегодняшней жизни, в чем всегда классики правы, потому что берешь любое классическое произведение, оно всегда очень актуально. Следовательно, в общем-то, общество так или иначе развиваясь, выводы не делает из истории. Учитывая, что 2004 год, 2005 год, вот эти политические противостояния, которые есть, все то, что происходило еще на Кавказе в тот период, в общем, как бы, учитывая историю уже 21 века, которая началась, идея Каховского Плаздарма с территорией примирения, она была очень актуальна и очень, наверное, востребована и остается. И когда стала углубляться в историю, когда стала смотреть, а с чего началась вот эта кровавая резня 20 века, и учитывая, что, к сожалению, пробел был в том числе и у меня, как у большинства людей, рожденных в советское время, да, вот пробел вот этой истории. Мы всегда знали там только как бы, как вот там красные наши шаровары бегали, как они там боролись за идею там построения коммунизма и прочее, в общем-то, как бы нам близки были эти идеалы. Мы абсолютно, фактически, только с развалом Союза стали углубляться еще и, а что же произошло с теми людьми, которые там были и белые, и красные, и анархисты, и махновцы, и вообще, что это были за люди, и почему брат на брат это пошел, в общем-то, в начале 20 века. И когда ты положил передо мной вот этот, как бы, исторический срез и идею Каховского плацдарма как территории созидания в 21 веке, на волне всего того, что происходило и продолжает происходить, к сожалению, в мире, не только, в общем-то, в Украине, мне показалось, что этот проект, во-первых, мегаполитичен, очень востребован, что сама идея Каховского плацдарма, она фактически может родить национальную идею единения, которая может начинаться только тогда, когда, в общем-то, некое примирение произойдет с историей, когда мы проанализируем ситуацию, сделаем какие-то определенные выводы, и когда не будем говорить о том, что ты прав, ты не прав, когда мы будем садиться за стол переговоров, говорить истории, прежде всего, и всем тем личностям, которые стояли у истоков тогда и независимой Украины, тогда и дома Романовых, скажем так, и монархической Украины, и России в том числе, и всех тех, кто, в общем-то, как бы там очень хотели жить свободными, богатыми, в равенстве, то есть вот как бы там и коммунисты наши, все это показалось не настолько востребовано и желанно в обществе, что не просто так взялось за изучение этой темы. А мы, я такой вопрос попутно, мы не напугаем скептиков или не дадим им дополнительные козыри, заявив так громко, что это мегаполитичный, мегаполитический правитель? Думаю, нет, скорее даже может быть наоборот, почему? Потому что, к сожалению, политика, она правит балом, да, и политика на сегодняшний день, она главенствует в этой стране в том числе, и опять-таки на Украине пересекается очень много мегаполитических вопросов. Но это вот с точки зрения там напугать, я думаю, что как раз это будет более востребовано, если еще под углом и политики показать. Почему? Потому что политика это прежде всего жизнь, это устройство жизни. И сегодня Украина, которая претендует и которую разрывает, да, то ли мы там с Россией будем, то ли мы все-таки в Европу идем, вообще как бы что собой представляет как таковая Украина и наша нация? И когда мы впервые на той территории, где была резня, ставим флажок мира и говорим о том, что территория Украины на сегодняшний день, и вот в этой части, где когда-то брат-брата убивал, и потом все то, что происходило в Крыму дальше и так далее, то есть фактически это были вот, ну, именно вот резня, народная резня, это не враг внешний пришел, да, это брат-брата убивал. И когда мы сегодня, в 21 веке, ставим вот этот флажочек и говорим о том, что теперь на этой территории, давайте признаем, и этих, и этих, и этих, и этих, вот все они были по-своему герои, они защищали какие-то идеалы, они во время чего-то страшно боролись с оружием в руках, то сегодня, используя культурный пласт, исторический пласт, используя топовые имена, в том числе, почему Никита Джигурда оказался в этом проекте, да, я была одним из тех людей, которая уцепилась за саму идею, каким же образом этого человека, который на сегодняшний день, ведь он, если я не ошибаюсь, является там народным артистом Чеченской республики, да, он гражданин Украины, при том, что, в принципе, он на сегодняшний день в России более востребован на самой Украине поскольку-постольку. Он очень эпатажен. Как он говорит, я легионер, украинский легионер. Да, он очень эпатажен в силу только того, чтобы быть востребованным в профессии, но на самом деле ведь это, в принципе, философ. А, кстати, у него бабушка полька, поэтому... Раз. Второе. Его-то именно вот, да, там, тетя родная, как оказалось, она была в том числе вот медсестрой, которая участвовала во всех этих событиях Каховского плацдарма, в том числе, она была той медсестрой, которая вместе с белыми офицерами уплыла на теплоходе Кахетия. И вот все то, что происходило в изгнании лучших мозгов России, скажем так, да, все это она писала в своей книге. И, в принципе, сам Никита появился в проекте с вот этим бунтарством своими, в то же время с тем, как он превозносит Украину на сегодняшний день, в том числе, тоже получается не случайно. Хотя изначально, как бы, за творчество уцепились его, потому что что-то надо было неординарное. Но я опять-таки возвращаюсь к чему. Вот есть основополагающие вещи. С одной стороны, есть история. С другой стороны, эта история, это не просто события, в которых там брат брата убивал. В этих событиях были люди. И эти люди, ярчайшие фамилии, которые вошли в историю неоднозначно, о которых еще до сих пор, в общем-то, все не рассказано, не раскрыто, и никто не собирается, в общем-то, глубоко копать в этой истории. Но, по-хорошему, начиная от белых, заканчивая красными, во всей палитре судьбы, изломанные судьбы, изломанные трагедии. И когда сегодня мы говорим о том, что давайте вернемся на эту территорию, и давайте с помощью сегодня живущих потомков, людей искусства, людей очень свободных, глубоко мыслящих, людей неординарных, людей, которые занимаются не только искусством, но еще и каким-то там спортом, зрелищем. То есть с помощью талантов ныне живущих украинцев привлечем внимание к этой теме и к этой территории, и здесь поставим флаг мира. И, наконец-то, так сказать, молебны пройдут на всех могилах, и белых, и красных. И в том же Херсоне, например, я была потрясена, когда, вот углубляясь в эту тему, когда я прошла по старым кладбищам и увидела, значит, с одной стороны стоит могила 19-летнего мальчика, которого денекинцы повесили за то, что он там, дескать, вот там сотрудничал, прям такая табличка на этой могиле, за то, что он сотрудничал с красными. С другой стороны, мы знаем, сколько трагедий было на самом Каховском плацдарме во имя вот этих жутких боев, да, когда была и авиация, когда были танки, когда, опять-таки, не было интерьера такого, да. 26 бронепоездов. Вот о чем говорить, а кто об этом знает. С третьей стороны, каким-то образом, каким-то чудом, вы же посмотрите, даже во времена Сталина не уничтожены, а сохранены именно памятники гражданской войны на этой территории. А ну-ка, маленький городок, Каховка, Новая Каховка, вот эта вот, да, вот эта территория. 14 памятников. Это, наверное, тоже говорит о том, что, ну, не посягнул даже Сталин с его режимом на эту страницу истории. Вот ее красиво замазали, как у нас обычно это делают, да, потому что впереди еще были 30-е, репрессии и прочее, то есть, как бы, интеллигенцию и мозги шлифовали нам очень хорошо. Но сегодня пришло время воздать должное и тому времени, и истории. И пришла эпоха, которая сегодня Украина, в буквальном смысле слова, требует национальную идею. Что может объединить людей? Нас объединяет, как правило, беда, не приведи Господь в войны. Нас объединяет то экономическое состояние, в котором сегодня находится Украина. И нас объединяет история. Вот если соединить это все, поставить флажок мира и сказать о том, что политики, идите-ка сюда, давайте сядем за стол переговоров и подумаем, а на чем мы можем созидать? Опять-таки, люди искусства, люди талантливейшие люди, не только искусства, скажем, во всех сферах нашей жизни, общественной организации, идите, пожалуйста, сюда. И неважно, вы будете петь рок с нами, вы будете состязаться там в каких-то гениальных своих идеях, презентовать свои книги. Но почва главная. Мы вас всех объединили одной главной идеей. Идеей созидания, идеей рождения, национальной идеи. Какая, в чем она? Идея в единении, в потребности единения людей. Во имя дальнейшего развития. Если мы не примиримся и не попросим прощения, как бы там, да, и сами не признаем свои ошибки в прошлом, ну нет, у нас будущего. Не состоимся мы как народ. Не состоимся мы как нация. Потому что, увы, вы же посмотрите, мы даже обращаясь опять-таки в 20-е годы прошлого века, мы все время говорим о том, что то мы какие-то малоросы, то якость мы там чубалися, то у нас козаки такие-не такие, то шаровары сегодня понадевали, что они собой представляют, то там и пошло, и поехало. И на сегодняшний день, скажем так, родилось опять очень много политических течений, левых, правых, и кого-то можно признать даже в том числе анархистами, кого-то можно назвать, допустим, монархистами, кого-то диктаторами, кого-то. Опять разноцветие это, и опять политика разъединяет. И 2004 год, с одной стороны, народ поднялся, потому что есть потребность, есть потребность единения и все-таки свободы. И народ показал, что все-таки это народ. Но с другой стороны, такое противостояние и деление на два цвета, голубой и тогда, скажем так, помаранчевый, ведь он страну, вот страна балансировала. Готовы были, ведь тогда же, мы помним, раз заходились там семьи, братья друг друга ненавидели, если там ты, не дай бог, с Донбасса, ой, боже ми, як же це було погано, то мы ще твэ, тих, кто був с помаранчевым ленточком, не признавали. То есть в мозгах у людей творилось жуткое противостояние, неприятие друг друга, только потому, что не было, опять-таки, идеи единения. Были мы за цех, и мы за цех. То есть политика разъеднувала. А мы сегодня говорим о том, что и политика, и история, и искусство, и неординарные личности, и общественные движения Украины подошли к тому моменту, когда мы можем всему миру, и Европе в первую очередь, и России соседней в том числе, сказать о том, что, дорогие мои, еще сто лет назад, а для истории это ничто, именно на нашей территории была братоубийственная война, а сегодня всех, в том числе вас, политиков, вас, историков, вас, общественников, вас, людей искусства, и мы приглашаем для чего? А давайте-ка мы все вместе с вами теперь родим главную идею. Идею рождения, национальной идеи, идеи единения. Ну вот в процессе подготовки родился такой рабочий слоган «Свободный фестиваль свободных людей». То есть как бы… Ну так и есть. Да. По сути так и есть. И на таком открытом заседании Оргкомитета Никита Джигурда, собственно, он же ж… У него свое видение. Он говорит, почему на Каховском плейсдарме нет памятника Батьки или Махно? Или идея монархизма? Вот сейчас этот вопрос, как бы, решили проговорить хотя бы в том виде, что все-таки из вот этих 14 памятников, мы ж не будем лукавить. В советское время ставились памятники войне, а не миру. Вот. И все только с одной стороны. Там три фрунзы, два буденных, там и т.д. и т.п. Вот. Ни белогвардейцам, ни анархистам, ни… То есть как бы нету памятного знака. Поэтому здесь с одной стороны либо памятный знак примирения, либо если у нас свободный фестиваль свободных людей, может все-таки какой-то памятный знак, все-таки вольница в то время была и продемонстрировал тот же Батька Махно со своей философией, что он по сути является наверное единственным ну настоящим украинцем, носителем, да, пример, патриотом, как, чего бы там ни говорили. Вот твое видение. Ну во-первых однозначно наверное да, но вот кстати Каховская Тачанка она ведь тоже это такой симбиоз, у нас так было преподнесено в том числе что это Буденовская на самом деле это Махновская скажем так, да, но и там флаг кстати он непонятный флаг не цветной поэтому опять-таки можно создавать и наверное следует создавать и в том числе и Махно потому что его имя попытались историки идеологи и политики испачкать к сожалению как бы это тоже не открытая фамилия не открытое имя но если говорить вот там глобально то честно сказать вот на территории вот этой Каховского плацдарма и там где стоит даже пусть где стоит Тачанка там можно было бы создавать целый музей под открытым небом и будем говорить что это еще экономическая тема потому что как бы засветив вот эту территорию международного я бы сказала уже такого примирения показав потенциал этой территории и географически это своего рода своего рода врата в Крым в том числе да вот Херсонщина она вообще уникальна по многим параметрам но я бы хотела сказать что наверное на вот этой территории можно было бы прям воссоздать в принципе музей под открытым небом музей гражданской войны музей допустим той же авиации музей то есть много чего можно было бы там сделать но для этого что необходимо необходимо опять-таки объединить все и всех о ком я сегодня говорила во имя главного с одной стороны это может быть фестиваль с другой стороны это целый пласт может быть исторических дискуссионных это однозначно но еще и исторических фильмов и книг и фильмы документальные можно воссоздавать это вытягивать из истории ведь вот к сожалению вы же посмотрите на сегодняшний день даже то что даже россия снимая фильмы если речь идет об украине нас немножечко показывают людьми шароварными как и наше к сожалению казачество зачастую хотя глубочайшая история тоже я там преклоняюсь перед казачеством которое там у нас сегодня на запорожской сечи восстает пусть это сегодня театр но идея казачества там видна она приемлема не вызывает смех вот здесь возвращаясь к этой теме показать там фильмы мы протягиваем с одной стороны руку партнерам в Польше и россиянам и с поляками мы предложили чтобы был показан фильм Ежи Вовмана Варшавская битва 1920 с участием кого-то из творческой группы в идеале было бы самого режиссера и полякам мы показали памятник который стоит в новой Каховке а на нем написано Иркутске, Варшава Орел и Каховка этапа большого пути где еще в Восточной Европе и на каком уровне оно все увязывается вот с другой стороны тот же фильм например «Служили два товарища» где показано как красноармейцы попадают в плен сначала к анафистам потом к своим же те там расстреляют там расстреляют и в том числе опять-таки а возьмите пожалуйста то чем занимается Никита Михалков как он сегодня показывает рассказывает вытягивает историю как раз-то именно тех именитых фамилий той России царской России которые в том числе гибли и трагедии происходили здесь тоже можно есть о чем говорить есть что показывать и в конце концов вот эта территория вот этот фестиваль и вот эта сама идея она же может еще привлечь инвесторов не только в искусство не только в кинематограф не только там в этничность даже там какую-то да там в сувенирную продукцию смотрим глубже и шире она может привлекать то есть в рамках Каховского плацдарма можно еще и инвестиционные так сказать врата открывать потому что на этой территории непаханное поле развития есть а ну вот в таком разрезе это насколько перспективна и долгосрочность проекта потому что мое видение как минимум до 20-го года когда будет 100 лет Каховского плацдарма вот как ты считаешь в общем будем говорить так любая идея сначала приходит идея потом появляются в общем-то единомышленники потом сподвижники и так далее будем говорить так если говорить с точки зрения коммерции то наверное как минимум 5-6-10 лет вот как бы да и мы понимаем прекрасно что любой проект на сегодняшний день это прежде всего вложение эти вложения они должны воздаться и тому человеку который допустим или там группе лиц которые инвестируют этот проект и с другой стороны так или иначе когда мы снимаем фильмы зачем мы это все делаем да когда мы пишем картины зачем мы это все делаем да мы сначала вкладываем какой-то труд мы вкладываем сначала там какой-то ресурс но а потом это начинает приносить дивиденды от материальных до духовных и прочее честно сказать вот для меня Каховский плацдарм начиная от потребности изучения этой темы и заканчивая возможности единения вокруг вот темы мира примирения особенно вот неординарных людей на сегодняшний день к сожалению политические те же ток-шоу так затмили интеллигенцию которая общественников движения общественные затмили вы посмотрите наши новости наши телеканалы нашу прессу всю на сегодня наверное только вот интернет-пространство как-то единяет людей которые свободно мыслят свободно высказывают свои мысли могут даже спорить так сказать с историками уважаемыми там и так далее в этой связи получается что мы из интернета вытягиваем эту тему на площадку и преподносим в популярных видах идею фактически то о чем я говорила в самом начале что Каховский плацдарм способен родить национальную идею идею единения способен спозиционировать Украину как территорию мира и созидания способен показать ближайшим соседям о том что мы не малороссы мы все-таки Украина и то есть понимаете если смотрите с точки зрения геополитических вопросов и экономических вопросов и национальных вопросов на самом деле проект более чем долгоиграющий но опять-таки кто начнет участвовать в этом проекте когда мы с тобой начинали нас было два человека да мы там в общем-то рождали какие-то идеи мы из ничего попытались расширить круг общественных организаций которых мы могли привлечь очень многим ведь смотри поднялись те же байкеры это свободные очень люди люди неоднозначно их общество еще воспринимает люди состоявшиеся потому что в общем-то это люди с определенным достатком но с определенным мировоззрением а ведь они откликнулись просто на идею следовательно потребность у людей есть этой идеи сколько нам тогда удалось из ничего не имея никакого ресурса и эта идея на уровне идеи без ресурса все-таки существует сегодня 5 лет и она опять востребована будет зависеть от того кто будет участвовать в этом процессе насколько углубятся в эту тему насколько будет желание развивать эту тему насколько коммерческим это будет проект или и коммерческим и и и и и пирог огромен исходя из этого я считаю что у идеи и у возможности у самого проекта вот честно сказать это как бы на 15-20 лет жизни хватило бы потому что саму историю даже этого периода изучать и от этого периода по сегодняшний день аналогию если проводить много есть над чем работать поэтому я считаю очень долго играющий проект но опять-таки все зависит от того кто будет участвовать кто будет этот день развивать хорошо заканчивая на мажорной ноте ты будешь участвовать в этом проекте но если так или иначе уже так как бы на протяжении 5 лет я все-таки этим живу периодически там уходя то проект очень интересен очень ну тогда спасибо за высказанные мысли я думаю что у нас все получится буду делать